Мелколесьем и кустарником сегодня заняты миллионы гектаров минеральных и торфяных земель. Обработать их под сельскохозяйственные угодья непросто. По старой технологии прежде всего необходима раскорчевка участка. При этом с корнями кустарников и деревьев с полей уносится самый питательный слой земли. Кроме того все операции обработки земли и корчевания и пахоту и баронования и уплотнения совсем еще недавно выполняли различные машины. Но даже с помощью этой разнообразной техники сложно было осваивать закустаренные земли. А главное такая обработка земли разрушала структуру почвы. В настоящее время создана фрезерная машина МТП-42А, которая совмещает в процессе работы одновременно несколько сельскохозяйственных операций. С помощью этой машины в комплекте с трактором можно быстро, экономично и на высоком агротехническом уровне осваивать закустаренные земли. Машина для глубокого фрезерования одновременно срезает и измельчает корни и древесину. Обрабатывает почву, равномерно перемешивая измельченную массу с почвенным слоем. В нем полностью сохраняются питательные вещества. Каток машины уплотняет обработанную почву. Один проход машины и земля, заросшая многолетним кустарником, готова к посеву. Агрегат имеет оригинальный и мощный рабочий орган с острыми самозатачивающимися тарельчатыми ножами. Особая конструкция ножей позволяет периодически в полевых условиях менять рабочую зону режущих элементов. В результате срок службы ножей увеличивается втрое. Условия работы нелегкие. В машине имеется устройство, предохраняющее ее от перегруза. Широкие эксплуатационные возможности новой машины. Она может работать на любых почвах нормальной влажности. При необходимости машина легко меняет глубину обработки почвы. Управление машины ведется из кабины трактора. При поднятом рабочем органе она легко маневрирует. Производительность МТП-42А – 0,13 гектара отвоеванной земли в час. Машина для глубокого фрезерования резко снижает затраты и время на подготовку земли под сельскохозяйственные угодья. Новая машина для освоения закустаренной земель найдет широкое применение во многих зонах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова